В результате прибалтийской операции от немецкой оккупации освобождены Литва, Латвия и Эстония. Разгромлены 26 немецких дивизий группы армии «Север». Три дивизии полностью уничтожены. Оставшиеся силы противника оказались окруженными в так называемом «Курлянском котле» и полностью капитулировали. Я Сугробов Сергей Степанович. В армию я попал в 43-м году. В противотанковую артиллерию. Прибыли мы в Литву. Литва – это маленькая страна, очень знаменитый, очень добрый народ. Мы участвовали в танковом бою, где немец потерял 682 танка. Меня смертельно ранило живот. Я пролежал на снегу два с половиной часа, когда меня нашли. И когда отправили в госпиталь, то распространился слух, что я умер. Мне в то время шел 19-й год. И когда на одной из встреч через 40 лет я появился. Медсестра 19-го года рождения, она меня нашла. Мурашки за спиной засверкали. Когда она подошла и меня обнила. Мое обращение ко всем народам, что русский люд непобедим. И давайте жить дружно. Всегда русский поможет любому чужестранцу. Русский народ – это, несомненно, великий народ, который смог, несмотря на суровые зимы, голод, потери близких и товарищей, выиграть эту войну. И если вдруг начнется война, я непременно пойду в ряды, кто будет защищать свою родину. Мой прадед и прабабушка воевали под Пензой, город Сердобск. Я мало о них что знаю, потому что умерли на войне. Это медали за парад, все три. А это медаль за то, что я стоял на посту номер один на поклонной горе в Вечном огне. Я хотел бы пойти по стопам отца в инженерное училище, колледж и заниматься тоже деятельностью, что и он. Строить дома, потому что воюют не каждый день, а строят каждый. Спасибо вам большое за победу, что дали нам жизнь. Всегда старайся передать правду в глаза. Это будет отлично. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова